Да, действительно, я представляю мэрию города Новосибирска. Для меня необычно выступать перед такой совсем другой аудиторией, чем я обычно занимаюсь на работе. И зачем, собственно, я хотела... Сегодня я к вам пришла, и почему я вам рассказываю про ситуацию с парками, которая происходит не только в мире, но и начала происходить с этого года в нашем городе. Урбанистика, общественные пространства, городская среда. Эти темы стали очень трендовыми, модными, об этом говорят все. И в том числе теперь говорят и на муниципальном уровне, в городах и регионах. Это связано прежде всего с тем, что города начали конкурировать за человеческие ресурсы, за инвестиции, за привлечение малого и среднего бизнеса, который растет и развивается только в том месте, где качественная городская среда. Потому что увеличивается все со временем требования горожан к населению, к городской среде. То есть люди хотят жить и работать там, где им комфортно, интересно и красиво. Соответственно, тема парков напрямую связана с темой урбанистики общественными пространствами, с формированием хорошей городской среды, которая формирует репутацию и имидж в городе. Соответственно, мое выступление будет направлено на тему парков в городе и на то, зачем, собственно, маркетологам, пиарщикам, специалистам по коммуникациям можно принять участие в формировании, собственно, парковой индустрии с этого года или со следующего также в нашем городе. Я вам расскажу про начало нашего исследования, которое уже завершается. Оно началось в этом году, в начале 2015 года. И это исследование парков и общественных пространств никто до этого в нашем городе не делал. В этом смысле мы первооткрыватели и инноваторы. Инноваторы также по методологии исследования и в российской практике, по сравнению с другими российскими городами. И, соответственно, начну немножко с истории. Какие существуют сейчас характеристики парков? Они находятся в стадии перехода. Потому что если мы посмотрим парки, которые садово-парковое искусство 17-18-19 века и парки советской эпохи, то в этих парках звучала политическая государственная идеология. Человека воспитывали. В парке 18-19 века воспитывали просвещение к образованию, культуре и искусству. А парки советского периода, классический образец такого парка, парк культуры и отдыха имени Горького в Москве, он связан был с воспитанием советского человека, который бы отдыхал в таком красивом большом парке и потом шел строить хорошее советское будущее. Так вот, сейчас в наших парках нет никакой идеологии, и, соответственно, это белый лист на то, чтобы мы вместе с вами создали это зеленое общественное пространство, которое нужно не только городу, не только муниципалитету, но, собственно, и бизнесу. Соответственно, что мы увидели, когда мы начали смотреть всю нашу парковую историю? Мы увидели огромное количество политических, государственных, стандартных событий и мероприятий. Мы увидели удручающее состояние зеленой инфраструктуры. Мы увидели непонятные, несуразные объекты и сооружения в парках. Мы увидели мозаику из привычных брендов, хаотично построенных на территории парков. Мы увидели наследие советской аттракционной техники, которая до сих пор работает. Но которая даже, удивительно, получает деньги и делает какую-то выручку. И она даже работает, но ее уже нужно списывать. Мы увидели в каких-то парках старую инфраструктуру парков. Это касается вообще, в принципе, коммуникационных технологических систем, но и парковой мебели. Но, тем не менее, уже есть какие-то изменения. Они касаются локальных изменений в парках. Это касается создания детских площадок, спортивных площадок, которые находятся уже сейчас в неплохом состоянии. Также в партнерстве с некоторым бизнесом. Мы увидели некоторые объекты советского наследия, когда эти парки создавались. Вот, например, интересный объект, мозаика в саду Кирова. Но обычная ситуация с парками — это коридор из общепита, из разномастных киосков, который выглядит очень неприглядно. То есть мы увидели визуальный хаос. Соответственно, что мы начали исследовать? Мы начали исследовать все муниципальные парки культуры и отдыха, центральные скверы в районах города, важные зеленые точки. Некоторые бульвары, в том числе бульвар Красного проспекта, городской лес Инюшинский бор и некоторые другие общественные зеленые пространства, куда вошла, например, набережная. Собственно, цель нашего исследования состояла в разработке концепции комплексного развития общественных зеленых пространств, которые мы должны завершить к концу этого года. И на основе которой мы в муниципалитете, в мэрии с помощью партнерских организаций должны разработать целевую межведомственную программу по развитию этих зон. Это наши партнеры по исследованию, это музей города Новосибирска, кафедра ботаники и экологии, маркетинговая компания Медиасофт и представители партнерских сообществ архитекторов, ландшафтных дизайнеров, социологов и маркетологов. Вот это полный перечень объектов, у нас их 28 штук получилось. Кроме бульвара Красного проспекта есть еще аллея или бульвар Петухова, это попросту улица Петухова. Ну и все муниципальные парки культуры и отдыха. Это они как выглядят на карте. Кажется, что это очень мало, но на самом деле это огромное количество. Просто у нас город очень растянут и на севере, и на запад, поэтому кажется, что зеленых пространств у нас мало. Собственно, какие задачи мы перед собой поставили, что мы исследовали? Мы исследовали зеленую инфраструктуру, в каком состоянии находятся зеленые насаждения, как выглядят парки, хотели понять его идентичность, историческое наследие, какова существует информационная среда и маркетинг того или иного объекта. И вот третий, самый главный пункт, это управление, финансирование и законодательство. Из-за того, что есть права вот в этих вот трех пунктах последних, они напрямую зависят на то, как выглядят, собственно, первые четыре пункта. Исследование состояло из нескольких блоков. Это первый блок экспертный опрос и паспортизация территорий. Состояло в анкетировании экспертов. Анкета была очень обширная и касалась всех уровней функционирования и существования парков. Экспертами являлись архитекторы, социологи, маркетологи, собственности, неравнодушные активисты в том числе. И из этого пола экспертов мы ездили на парковые зоны, были выездные совещания, исследования, фотонаблюдения и так далее. Историческое наследие нам подготовил музей города Новосибирска, потому что надо было понять, как исторически складывался и развивался тот или иной парк, потому что в истории можно найти какую-нибудь хюшку, на которой можно построить концепцию той или иной территории. Дендрология — важный момент. Это анализ зеленых насаждений. Мы сделали образцовое исследование зеленых насаждений, то есть зелени в парке, именно в Центральном парке, потому что никто раньше до этого не делал такие исследования. И вот на основе этого исследования можно сделать и построить архитектурную дизайнерскую концепцию. Потому что в парках в первую очередь важна зелень, часто про нее руководители забывают и думают, что деревья могут сами как-то вырасти и возобновиться. Но это не так далеко. Социологический блок состоит из трех подвидов. Это телефонные опросы населения, интернет-опросы, интернет-аудитории на муниципальном портале города Новосибирска, по всем муниципальным паркам и некоторым скверам. И полевое социологическое исследование населения на собственной территории. Это интервьюирование посетителей по заранее подготовленной анкете. По количеству там варьировалось. В телефонном опросе было порядка 300 участников выборки. По социологическим исследованиям на территориях у центрального парка и у набережной было опрошено 150 человек, по некоторым немного меньше. По остальным. Другой блок исследования — это анализ геоданных. Это у нас самое первое исследование вообще в российской практике. Наш друг, куратор пешеходного движения Дмитрий Лебедев, взял базу 2ГИС и базу ЖКХ и построил карты по доступности парков пешеходной и транспортной. Экономический анализ мы готовим буквально сейчас до подготовки отчета и анализа. Это анализ рентабельности, хозяйственной деятельности, парков, культуры и отдыха. Мы можем сделать только это с ними, потому что они являются хозяйствующими субъектами с определенным бюджетом. И это нам делает Сибирский институт управления, Новосибирский филиал РАНХИКС. Собственно, вот этим мы занимаемся в течение этого года. И уже находимся на красном блоке, в бюджетских завершениях. Собственно, некоторые результаты, которые нас удивили, ну или поразили. Социологические результаты. Бывают некоторые парадоксальные выводы, которые указывают на то, что у нашего населения, в нашем городе, представление о парках несколько смазано. Отсутствует идентичность и отличие одной парковой зоны от другой. Соответственно, основная проблема центрального парка – грязь, лужи и опасные склоны. Хотя опасных склонов в центральном парке не наблюдается. И в Нюшинском бору и в парке у моря Пскова меньше ощущение природой естественности, чем, например, в парке Сад Сержинского. Хотя Нюшинский бор и у моря Пскова – это сосновый бор. Самое неприятное для большинства – это наличие алкоголя, шума, шашлычных, выгул собак. Но в то же время иногда страшно и опасно, когда в парке совсем никого нет, тихо и спокойно. Ну вот, соответственно, на социологические результаты их можно, конечно, иметь в виду, но вот с таким условием, что иногда они бывают парадоксальными. Вот топ самых популярных парков – сквер. Мы видим, это самые популярные парки. Туда вошел, естественно, центральный парк, парк Зайльцовский, Перомайский сквер, а вот ниже не видно Нарымский сквер и Березовая роща. Самый лучший парк – опять Зайльцовский центральный и сквер Славы в Ленинском районе. Самый худший парк – это, опять же, центральный парк Набережная и Сапкирова. То есть мы понимаем, что центральный парк, он вошел в топ и самого худшего, и самого лучшего. Это говорит о том, что к центральному парку у нас повышенное требование со стороны населения. Мы хотим, чтобы он был хорошим, но нам не нравится, как он сейчас выглядит и функционирует. И стоп самых популярных занятий – это вот двойка из прогулок по парковым аллеям, и чтобы там обязательно было наличие точек общественного питания. Вот это образец ответов, которые получились по всем паркам абсолютно одинаковыми. То есть на вопрос, что вам не хватает на той или иной зоне, отвечает, что не хватает интересного ландшафтного дизайна, зелени, цветочных клумб и частотной ухоженности. Мало интересует людей активность событийная и наличие аттракционов. То есть мы поняли, что зелень, деревья, цветы и кустарники являются самым главным приоритетом для хорошего парка. Ну да, кстати, велодорожки тоже бывали иногда частыми ответами, в том числе и для Зайцовского парка. Но сейчас этот проект уже реализовывается. Портфель услуг в парке. Вот он выглядит сейчас таким образом. Он стандартный, и поэтому мы увидим, что в принципе парки все и одинаковы для многих горожан. Там есть аттракционы, то есть, ну, варьируются зависимости детские и взрослые, экстремальные и неэкстремальные. Проводятся события, но тоже определенного порядка это события спортивные, семейные или направленные на поддержку и развитие каких-либо талантов у детей. Есть точки общественного питания, киоски в большинстве случаев, мало где есть стационарные кафе. И есть предложения для тихого отдыха в виде лавочек или беседок. Но появляются уже в последнее время и уникальные услуги в конкретных парках. Вот, например, контактный зоопарк. Он есть сейчас в Березовой роще и в сквере Затуринских городок-аттракционов, который очень популярен среди детского населения. Появляются услуги по ипотерапии, это конные клубы. Появляются проекты, связанные с экотропами. Это пешеходные маршруты экологического характера. В Зайцовском бару разрабатывается этот проект и в Анюшинском бару. Появляются велодорожки. Активное велодвижение с руководством Зайцовского парка сейчас разрабатывают эти маршруты. И там уже велодорожки присутствуют. Также в Зайцовском парке существует отдельный проект «Этнопоселение». Это экскурсионная программа по теме истории и культуры народа в Сибири. Присутствуют также какие-то локальные экстремальные спортивные площадки, как, например, скалолазание или какие-то лазалки такие. И находятся и придумываются собственным руководством парка свои собственные традиционные события. Они связаны прежде всего либо с творчеством, либо с исторической реконструкцией. По дизайну парка мы смотрели то, как выглядит парк в плане навигационной системы, входных зон, афиш, наличие карт и какая присутствует парковая мебель. Вот, собственно, некоторые примеры. По входным зонам мы видим наследие советского прошлого или то, как парки были придуманы несколько лет назад. Это, например, Березовые рощи. В Бугаринской рощи недавно поменялся вход, связанный вообще Бугаринской рощи теперь какой-то новый этап в связи со строительством Бугаринского моста. Поэтому там поменялись все дорожки и навигация, в том числе и входная зона. У некоторых парков отсутствует какая-либо оформленная входная зона, присутствует только карта, это возле Ильцовский парка. По навигации абсолютно одинаково у всех таблички, связанные с запретами на территории парка. Выглядят они все вот таким образом. По дизайну информационных стендов, какая-то вообще в принципе информация, которая висит на сооружениях парка, дизайнеры, профессионалы скажут, что это все очень плохо, то есть они увидели визуальный мусор, визуальный хаос, который не связан ни с фрименом стилем, ни с какими-то логотипами. Потому что это, естественно, связано с управленческой прорехой, так скажем, потому что дизайнеров в штате у парков не наблюдается. Вот такие карты. Ну, более-менее карта Бугаринская роща, карта-схема. Навигационные еще таблички соседствуют, собственно, парковые, соседствуют с таблицечками арендаторов, которые присутствуют в парке. Это вот, кстати, навигация Бугаринской рощи, новая. Это сосновый бор, информационный стенд. И березовая роща. Собственно, как парки работают с сообществами и как коммуницируют? Практически у всех уже есть и каким-то образом более-менее работают аккаунты в социальных сетях. Это, прежде всего, ВКонтакте, Одноклассники, редко Фейсбук. Они есть, но другое дело уже, как они с ними работают. То есть, если бы они берутся обычно какого-нибудь менеджера по мероприятиям, и он совмещает функции СММщика с пиарщиком. Работают часто с сообществами, но традиционными. То есть, проводят для них мероприятия, с ними регулярно общаются. Это семьи с детьми, пенсионеры, какая-нибудь молодежь. А вот других сообществ они как-то будто не видят. Поэтому мы хотим натолкнуть, что можно работать и с другими сообществами, с тем же экологами, то есть профессионалами, активистами или урбанистами. Ну вот, выглядит так центральная страница Залицовского парка в интернете. Это сад Кирова. Ну а вот аккаунт ВКонтакте и центрального парка. В Буглинской роще есть очень активное сообщество, это спортсмены. Для них создана специальная площадка, и они с ними работают вместе с ТОСами и со спортивным сообществом Кировского района. Собственно, естественно, не обошло нашего внимания и исследования, и опыты, связанные с другими городами, в том числе западные и московские. Но надо сказать, что с Москвой нас очень сложно сравнивать, потому что Москва это другой субъект федерации, у нее может быть другая законодательная база и, соответственно, совсем другие бюджеты. В Москве создали специальное предприятие Мосбург-парк, казенное учреждение культуры, которое реализовывает многомиллиардную программу по развитию туризма, потому что Москву хотят превратить в туристический центр, и это понятно. Соответственно, там очень много денег выложено на парки, потому что парки это достопримечательные места для туризма. В Европе и вообще, в принципе, на Западе сейчас последний тренд не просто создавать и модернизировать парки, а модернизировать урбанистическую среду. Это пешеходные пространства, уличное пространство, озеленять и делать какие-то интересные истории. Вот, например, Хайлайн в Нью-Йорке, сделанное пешеходное зеленое пространство на месте железнодорожного пути. В Калининграде, если мы обратимся к российскому опыту, солевая программа создана в муниципалитете. Также, как в Москве, они создали дирекцию ландшафтных пространств, которая реализовывает на несколько лет эту программу поэтапно. Вот в Казани интересный опыт. Этот год, 15-й, назван годом парков и скверов, годом зелени не только в Казани, но, в принципе, на уровне республики. Там создана специальная программа, выделен 1 млрд рублей бюджетных средств и 500 млн из инвестиций, из привлекаемых денег. Соответственно, вот я подошла к концу и хотела бы сказать, показать некоторую модель, возможно, она покажется идеальной, но так, к которой мы стремимся. То есть тот парк, который нужен нам. Мы должны ориентироваться прежде всего на город и горожан, на партнеров и на туристов. Мы должны работать с этими пятью основными проблемами. Это слабая коммуникация между сообществами, как профилями, так и аудиторией. Мы должны понимать идентичность каждой парковой зоны, сформировать ее. И особое внимание уделить зеленой функции парка, потому что она сейчас находится в ужасающем состоянии. Ну и вот она, собственно, модель. Модель коммуникаций парка со структурами. Со стороны мэрии мы, как видим, что парк должен быть прежде всего зеленым, красивым, удобным пространством для того, чтобы привлекать и сообщество, и бизнес. И отвечать за генеральную стратегию развития парковых зон. Как может участвовать бизнес самый разный с парками? Он может проводить там мероприятия свои в партнерстве, он может участвовать в обустройстве локальных каких-то проектов, в создании арт-объектов и продвигать там свои сервисы, связанные с сувенирной продукцией, с точками общественного питания, парковой мебелью, чем угодно, ландшафтным дизайном в том числе. Сообщество. То есть мы хотим сказать парковому руководству, что не только существует мама с детьми, потому что они сразу говорят про мамочек с детьми, потому что, ну, это понятно, они всегда к ним приходят. Но нужно и работать с активистами-экологами, с научными сотрудниками, с велосипедистами, с пешеходным движением. И с ними можно уже создавать какие-то регулярные программы, направленные на развитие парка как событийной площадки. Также удобной формой может быть и формирование некоммерческого партнерства или фонда клуба друзей, который бы являлся и дополнительным источником финансирования, или клуба меценатов из бизнеса. Потому что бизнес иногда хочет, ищет проекты, стали ориентированные. И парк может стать такой площадкой для реализации его самим некоммерческого проекта, собственно. Вот. Наверное, все от меня. Если есть у вас какие-то вопросы, то можно задать мне после моего доклада. Да, ну, собственно, вот мой посыл связан с тем, что мы сейчас открыты для предложений и сотрудничества. И я являюсь сейчас не неким точкой входа для парков. В том числе и для формирования, может быть, каких-то идей, которая войдет в концепцию развития. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь можно задать вопросы. И есть желающие? Я не видим? Да, я видела две руки. Да, вот. Видим. Сегодня же в голове. Здравствуйте, Мария. У меня один... Нет, на самом деле у меня очень много вопросов, но я задам главный. А вы почему не спрашивали о вашем вопросе бизнеса? Хороший вопрос. Да, у вас хороший вопрос. Хороший вопрос. Да, у нас не было создано специального социологического исследования, связанного на аудитории бизнеса, потому что мы были связаны с некими затруднениями со сроками. Поэтому сейчас есть время на то, чтобы мы пообщались с бизнесом, потому что мы сейчас будем опубликовывать наши исследования и говорить о том, что мы формируем концепцию программы развития в широком доступе, что называется, уже с общественностью. Мы ее формируем, и поэтому здесь мы теперь открыты для предложений. Собственно, предложение. Давайте, если у вас существует рабочая группа, в эту рабочую группу войдут представители бизнеса. И, собственно, крупный бизнес-то заинтересован в том, чтобы туда войти, обсуждать и говорить, что может дать крупный бизнес. А я представитель компании «Колохеленик». Вот так невзначай прошлись по бренду, по зонтикам. Мы готовы, мы хотим и мы можем, но нужно понимать объемы. И вот мой второй большой вопрос. Бизнесу что от того, что он будет что-то давать? У вас есть понимание? Да, вы говорили про то, что... Ну вот, отвечу на то, что у нас предполагается некое собрание или сборище по итогам исследования, открытое, куда мы будем или приглашать заинтересованных бизнес-партнеров. Что бизнесу, ну, это, с одной стороны, площадка для его представления, его каких-то услуг или проектов, или продуктов, что может быть. С другой стороны, это площадка для его мероприятий или корпоративного характера, или событий общегородского масштаба. А если бизнесу ничего из этого не надо? Тогда, может быть, у бизнеса есть некая, может быть, такой план, связанный с социальной ориентацией, с благотворительностью, грубо говоря. Потому что сейчас есть уже примеры. Вот дистрибьюторская компания, которая хочет посадить просто своим руководством деревья, и они ищут площадки. Другой проект, связанный с компанией Danone, им надо было тоже в качестве благотворительности построить себе детские площадки, они тоже искали площадку в парках. Вот. Обязательно. Очень хорошее предложение. Мария, у меня вопрос, я думаю, он у всех присутствующих есть. Девушка задаст вопрос. Ну, были проведены исследования, есть направление деятельности, есть ли точка, когда, дата, когда парки станут хорошими в Новосибирске? Ну, смотрите, это, конечно, очень такой, не ко мне вопрос. Ну, то есть мы планируем так. Так, мы сейчас... Хотя бы примерно. Примерно. Примерно муниципальную программу мы будем запускать в реализации с 2017 года, потому что в 2016 мы будем ее согласовывать и искать в том числе небюджетные средства. Но это на уровне прямо целевой программы глобальной по всем территориям. А что касается локальных проектов уже, которые уже делаются сейчас, это можно хоть сейчас уже партнерить. Давайте следующий вопрос. У меня такой вопрос. Вы, получается, изучали все равно опыт каких-то других парков. Существует ли уже парк, на который вы хотите быть похожим? Есть ли понимание, какими вы хотите все-таки стать? И такой второй, параллельный. Вы будете начинать сразу во всех парках работать или с какой-то конкретной площадки, а затем как пилотный проект распространять дальше? Ну, мы вот исследование и концепцию проводим на 28 выбранных объектах зеленых. Мы его провели, этот список, по результатам экспертного голосования. То есть определили те зеленые зоны, которые сейчас являются самыми главными для нас. Но они центральные, собственно. И которые являются социально значимыми для того или иного района проживания населения. На какой парк мы хотим быть готовыми? Похожими. У нас парки очень разные. И мы хотим для нас построить, создать свою, наверное, историю. Это касается, может быть, внешнего и задержательного плана. Что касается управления, есть опыты, связанные с созданием частных парков или парков по форме концессии, концессионных соглашений, когда зеленая рекреационная зона передается в аренду долгосрочную к какому-то бизнесу. Это у нас никогда в городе не реализовывалось. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с одним инвестором. И вообще, в принципе, в мэрии делаем некий пакет или алгоритм действий, как работать и привлекать на эту площадку частного бизнесмена. Вот, я, наверное... Еще вопросы есть? Добрый день. Меня зовут Тимофей, компания «Этажи». На самом деле, хотел поделиться опытом. Мы сотрудничали этим летом с Центральным парком. Вместе со Збербанком промотировали там одно мероприятие свое. Хороший опыт. Отвечая на ваш вопрос, абсолютно адекватный клиентский трафик. Люди выходные, которые там не на диване лежат, да, немножко гуляют ногами. Такие нормальные, живые люди. Потом даже звонят в офис. Было даже удивительно. Вы говорите про бренды, которым требуется продвижение. Да нет, мы так. Мне просто пиар-менеджер сильно хотел в Центральном парке что-то сделать. Ну, вот. Я говорю, как они такие дни, не надо продвигаться. Что им делать? Коль не надо? Ну, ладно. Значит, смотрите, вопрос-то вот еще на самом деле. Ребята, которые работают в Центральном парке, реально клевые. Единственное, что они деньги только наличкой могут принимать. И мы очень стесняемся их нести. Точнее, как бы, они даже говорят, не надо нам денег. Ну, потому что мы вроде как не можем даже их принять. Да, как бы, вселенная так устроена, что надо платить. Да, как бы, ну... Вопрос, пожалуйста. Вопрос, когда наконец-то какие-то отношения могут быть выстроены, адекватные, нормальные, прозрачные. Это первый момент. И второй. Можно мы пиарщик будет вам звонить, когда захочет устроить перформанс в Центральном, не в Центральном, а в Первомайском сквере, потому что мэрия запретила этому это делать? Спасибо. Ой, вы прямо озвучили два особо очень проблемных объекта в нашем городе. Центральный парк и Первомайский сквер. Они проблемы в том, что они очень транзитные, общедоступные, центровые. Понятно, и все хотят там что-то проводить свое. Что касается Центрального парка и управленческой модели, она там сейчас, конечно, очень страшная. Я не буду в дебри выдаваться. Но ситуация такова, что, с одной стороны, парк — это унитарное предприятие, он должен зарабатывать сам. И у него очень маленькая субсидия муниципальная. Мы Центральный парк вывели из этого списка как приоритетный титульный проект, потому что он является и должен являться лицом нашего города. Поэтому мы уже разработали архитектурно-дизайнерскую концепцию и готовим управленческую концепцию. И к концу года мы готовы ее публично представить. И в том числе по изменению модели управления. Вот. По поводу Первомайского сквера. Мне можно звонить, но Первомайским сквером занимается Горзиоинхоз, а по проведению мероприятий занимается Центральный округ. Вы там и заблудились. Вы там и заблудились. Да, но я знаю человека, который отвечает за мероприятия, которые проходят в Первомайском сквере. Спасибо.